Так, вот я нажал год, я так понимаю, что мы уже в эфире, в собственном, но все-таки в эфире, и я поздравляю всех с праздником, это все хорошо, но можно просто поздравить и от всего сердца и поздравить всего самого хорошего, что я и делаю. Я приготовил сегодня тему, опять же, по Ирмиягу, не знаю, может быть, не самые веселые для праздника, но как-то не хотел избиваться с темпа. Напоминаю, что я все свои слова посвящаю памяти и возвышению души Лёву Бат-Михаэль, и мы с вами возвращаемся к темам, которые у нас были в Ирмиягу. На мой взгляд, темы очень серьезные и очень интересные. И вот мне только нужно понять теперь, как мне вывести на экран сейчас шер, секунду, сейчас мы сделаем шер, и мы с вами сможем двигаться по тексту. Так, вот, мы видим с вами текст. Хорошо. Вот, я в связи с праздником долго вас мучить не буду, несколько тем, важных, на мой взгляд. Вот, я заранее вам предлагаю задуматься и над тем, что такое трепет перед Всевышним. Я сейчас, может быть, дам какой-то ответ в связи с текстом, но у каждого, может быть, своё мнение или дополнение, то, пожалуйста, вот вы заранее подумайте, трепет перед Всевышним. Ну, легко сказать, трепет перед Всевышним, трепетать перед Всевышним. А что это такое? И это очень важно, потому что термины, которые стали привычными, они понимаются как интуитивно, интуитивно понятные, а всё же это важно как-то определить и подчеркнуть значение этого термина – трепет перед Всевышним. И вот мы остановили с вами, немножко затронули посылку, такую ремьягу. Источник источает воду из стенок, здесь в скобках, так как он источает зло своё. Здесь такой образ, да, вот я выписывал для вас на иврите, микир майин. Кир, как вы помните, это стенка. Оказывается, есть и глагол леокир – выпускать что-то из стенок. Стена протекает, леокир. Так нам поясняет Мальбим. И у нас здесь вырисовывается целый образ. Вот есть источник, и он ослаб, и его вода либо совсем не поступает, либо её очень мало. А из стенок источника, стенок колодца, в который раньше набиралась вода, так сказать, снизу поднималась, в неё начинает стекать вода из стенок. И чем это плохо? Здесь сказано «источает зло своё». А чем это плохо? Потому что вода из стенок, по крайней мере, в данном случае, она несёт в себе соли, соли что-то из земли, то, что делает её непригодной для питья. И тот несильный поток, который вьёт снизу, который чистый, остался чистым, но он теперь несильный, он не может исправить эту воду. Это образ, как мы представляем, который нам с вами нужно понять. И он, конечно, перекликается с той посылкой, которую мы видели в начале пророчества, в начале второй главы, что два зла совершил народ мой, меня оставил, источник воды живой, и вывел в себе водосборники, водосборники треснутые, которые не удержат воды. Но мы помним там общий смысл такой, что есть источник. Источник – это связь со Всевышним. Это, прежде всего, пророчество. Это постоянная память о том, что Тора была даромана с горы Синай. Это понимание того, что Тора постоянно приходит и от Всевышнего, ее чистое понимание приходит от Всевышнего. И когда человек забывает об этом, и даже в рамках Торы, в пределах ее законов пытается мыслить сам, и часто не отдает себе отчета, что он мыслит уже своими категориями, своими соображениями, своими понятиями, оторвавшись от чистого источника, оторвавшись от пророчества, оторвавшись от чистого понимания Торы. Здесь есть развитие этого момента, что если там источник стенки водосборника были треснуты, и они не удерживали воду, то здесь, как мы с вами видим, уже вода из стенок портит воду. То есть, там было недостаточное осознание того, что Тора требует постоянной связи со Всевышним. А здесь уже не только отрыв от источника, но и начинается загрязнение этого источника. И давайте себе представим, о чём идёт конкретно речь. Мы с вами говорили, что вот здесь сказано, что значит загрязнение источника, в нём только и слышно, что насилие и грабёж беспрестанно предо мною муки и раны. Мы говорили с вами, что когда забывается Тора, забывается её источник, происходит отрыв от источника, то дальше это выражается в жизни как несправедливость. Несправедливость, отсутствие суда. Это то, о чём говорит пророк. Сейчас мы попробуем с вами уточнить эти моменты, уточнить эти моменты, которых мы сказали в общем. И для этого мы вспомним с вами главу из Ишаягу. И здесь пророк Ишаягу. Видимо, в его время уже все эти проблемы были. Во времена Ишаягу они обострились. А во времена Еремиягу они обострились. У меня Ишаягу, они все уже были. И сказал Бог, вот ведь приблизился ко мне народ этот устами своими и губами своими чтил меня, а сердце своё отдалил от меня и стал трепет передо мною заученный заповедью людей. Оказывается, важнейший момент, важнейший момент – это трепет перед Всевышним. И я бы сказал, что когда речь идёт об отрыве от источника, по крайней мере, в первой посылке Еремиягу, то идёт речь о том, что исчезает трепет перед Всевышним. Да, можно сказать, что это отрыв от пророчества. Можно сказать, что это забывание как бы отсутствия постоянного самоконтроля, что вот эта память о том, что Тора, она с небес, она не моя. Я не могу включить свои соображения, несмотря на то, что я человек очень знающий и очень много учился, я не могу включить свои соображения бесконтрольно. Маше призывал в Торе ощущать человека стоячим в себя перед горой Сена и слышащим голос Всевышнего. Вот это состояние человека, оно должно помочь ему не ощущать свою связь с источником, не отрываться от источника и не подменять истинные слова Торы, не отказываться от пророчества, от пророков не закрываться, не подменять истинные слова Торы своими соображениями. То есть ощущать постоянно стоячим перед Всевышним в момент дарования Торы. Ишаяху. И, безусловно, это можно назвать трепетом перед Всевышним, потому что трепет перед Всевышним, так как я хотел бы определить его, я не знаю, согласитесь вы полностью или нет, трепет перед Всевышним – это ощущение того, что Бог рядом с тобой. Оно может быть разной силы, но хотя бы в какой-то степени оно должно присутствовать постоянно. Только у человека пропадает трепет перед Всевышним, как у него пропадает самоконтроль, он пускается в свободный полет, и здесь недалеко от того, чтобы подменить истинные учения, передающиеся по традиции своими соображениями. Трепет перед Всевышним – это важнейший момент, и, на мой взгляд, это в конечном итоге это ощущение того, что Бог здесь. и если нет трепета перед Всевышним, то нету ничего. В каком смысле ничего, сейчас мы с вами обсудим, но Авраам сказал Авимелиху, когда он ему сказал, почему-то решил скрыть от меня, что Сава твоя жена, он сказал, я увидел, что в этом месте нету трепета перед Богом. Все есть, все есть. Культура, стихи, поэзия, музыка, искусство. Трепета перед Богом нет, ничего нет, ничего от этих людей ожидать невозможно. нету постоянного, живого ощущения присутствия Всевышнего, все может в одну секунду перевернуться, и не искусство, не музыка, не поэзия, ничего не спасут от совершенно неприглядных поступков, от того, чтобы отобрать у мужа его жену в случае Авраама. Так он говорит. Трепет перед Всевышним является определяющим. И не трепет перед Всевышним является определяющим и в изучении Торы. И в изучении Торы человек должен быть со Всевышним, не отрываться от Всевышнего, ощущать это, чувствовать как-то. А Ишаяова говорит о том, что да, эту истину усвоили, и постоянно о ней говорят, что нужен трепет перед Всевышним, а вот у этого есть трепет перед Всевышним, а у этого нету трепета перед Всевышним, а у меня есть трепет перед Всевышним. И что? О, да, это все слова. Слова, потому что губами своими чтил меня, да, Всевышний велик, перед Ним надо трепетать, а сердце твое отдалил от меня. А ощущение в сердце того, что Бог здесь, постоянно здесь, нету. И стал трепет их передо мною заученной заповедью людей. Митсват, анашим, милумада, так это звучит на иврите, да. Часто это относят, когда цитируют Ишаяову, относят к другим заповедям, но здесь конкретно о трепете перед Всевышним, и это важнее всего. Говорить можно много, и указывать на то, что у одних есть трепет, а у других нет трепета, да, да, но где сердце? Есть ли вот это живое ощущение божественного присутствия в сердце, да, и вообще понимают ли люди, о чём они говорят уже, или нет, да. Ну, вот я как бы выписал такую посылку, вот я хочу с вами сейчас это обсудить дальше, да, трепет живое ощущение близости Бога к человеку, да. Вот. Значит, как, скажем, какое-то доказательство или скорее развертка этой мысли, есть очень интересная посылка в Зогар, в обведении Зогар, где говорится, Пикуда Кадмая Берешит. Первая заповедь – это Берешит. Зогар видит во всех словах Торы заповеди, или, по крайней мере, нанёд на заповеди, и он говорит, что слово Берешит, оно само по себе является заповедью, и какая же заповедь не изложена, да, это трепет перед Богом. Трепет перед Богом, и от этой заповеди зависит исполнение всех остальных заповедей, как бы есть трепет перед Богом, значит, заповедь, она осуществляется, нет трепета перед Богом, она не ощущается, вот, И как же трепет перед Богом может быть первой заповедью? В каком смысле первой заповедью? И мы понимаем, что только в одном смысле, что есть врожденное чувство, с которым человек рождается. Может быть, оно не сразу проявляется, но оно заложено в нем, в его душе. Есть Бог, и Бог рядом. И вот эту первую заповедь можно сказать, как бы заповедь не заглушать это чувство. Не заглушать это чувство, оно в начале, и вот как бы первый момент творения, решив появление первой точки, оно связано с рождением вот этой заповеди, с этой заповеди ощущения божественного присутствия. И о нем нельзя забывать, от него нельзя отрываться, и нельзя превратить его в пустые слова. Иначе происходит отрыв от источника, и сначала, как в первой посылке Ремья у слова Торы, оказываются подобно треснутому водосборнику. Человек ничего не мешает, никакие знания в себя толком. Если это формальные только знания, которые не ведут к его развитию, так они никому не нужны. А дальше, следующий-то, он начинает портить источник, он начинает высказывать свои соображения, которые не имеют отношения к Торе из стенок источникова, который, так сказать, ослаб, течет загрязненная вода. Если мы вспомним с вами Рамбама, то он среди первых заповедей, то есть не среди первых, а просто как первых заповедей, он ставит на первое место вера, любовь и трепет. Это первые заповеди. Золот говорит о том, что первые заповеди трепет, а Рамбам говорит, что вера, но я думаю, что они не противоречат, потому что и Рамбам тоже говорит, что о какой вере он может говорить человеку, нельзя заповедать, верить. Ему можно только позаповедать, не заглушать ту изначальную веру, основанную на естественном живом чувстве души, что есть Бог, и Бог все время рядом. Так что, по-моему, между Золором и Рамбамом нет противоречия. А вот когда мы смотрим Рамбама дальше, то есть любовь и трепет – это очень интересно. То есть есть обязанность испытывать любовь ко Всевышнему. Рамбам говорит, как человек приходит к этому через наблюдение за миром, за его красотой. Вдруг, наблюдая за миром, за его красотой, если он знает, что есть Творец, он понимает, насколько велик Творец, и у него просыпается любовь к Творцу и трепет перед ним. Но в любом случае это чувство. Чувство без этого. Без чувства невозможно ничего построить, невозможно ничего добиться. Без чувства, я бы сказал, без чувства божественного присутствия в том или ином того или иного ощущения, у человека нет самоконтроля. Он чувствует себя в свободном полете и делает любые выводы, создавая те колодцы, которые не удерживают воды, не удерживают мудрости Торы, а потом и начинает загрязнять сам источник. Дальше. И, скажем, этот момент, если не просто пропустить его и сказать, ну, вот есть источник некоторый, от которого нельзя отрываться, и его нельзя загрязнять, и об этом говорит пророк, если не остановиться, не ограничиться этой общей посылкой, то, я думаю, что есть необходимость заглянуть и в Тегелим. Царь Давид говорит, начало мудрости трепет перед Богом. Начало мудрости трепет перед Богом. А почему? А мы знаем много ученых, которых нет никакого трепета перед Богом, и даже есть, так можно сказать, у них вообще нет Бога. Но это очень умные люди. Из-за них, к великому сожалению, есть евреи, которые уже как бы не ассоциируют себя с еврейством. Да, ну, вот как это Давид говорит, начало мудрости трепет перед Богом? А он поясняет дальше. Разум благой, хороший разум благой, то есть тот, который несет благо у всех исполняющих их заповеди, слава его. То есть, конечно, мудрость, она в человеческом понимании, она может быть и без трепета перед Богом, но она ни к чему хорошему не приведет. Она приведет к созданию атомной бомбы, она приведет к разработке психоанализа, который, ну, может быть, кому-то и помогает, но вместе с этим наносит очень много вреда, потому что это вся мудрость, оторванная от трепета перед Богом. Если мудрость, а что такое мудрость в конечном итоге? Это умение сделать хорошо. Если человек делает плохо, разве он мудрый? Он способный, он талантливый, он гений, но разве он мудрый, если он помогает в создании того, что приводит к уничтожению людей, в создании оружия массового поражения и передает это злодеям, разве это называется мудрость, то, что он делает? Это талант, гениальная способность, но это не мудрость. Разум благой у всех исполняющих их заповеди славы ему, то есть трепет перед Всевышним, он приводит к тому, что в мире создается благо, благодаря мудрости людей, направленной на благо, и это слава Всевышнему. И поэтому мне кажется, что мы вместе можем не только понять, но даже почувствовать то, о чём говорит Еремьяву. Оторвались от источника, создали бы водосборники треснутой, не удерживающей воды, а потом источник похож на источающее, то, что непригодно для питья, а мутную воду. И в каком смысле? Источается зло. Источается из стенок опустевшего колодца, где вода опустилась вниз, источается зло. Зло, которое, может быть, и оправдывается словами Торы, и наверняка оправдывается словами Торы. Зло, когда говорится о трепете перед Всевышним, об боязни перед Всевышним, совершить что-то неправильное, трепет не совершишь, но только говорится, но чувство-то пропало. И вот это похоже на то, как стенки источают воду, непригодную для питья, в каком смысле непригодную для питья, жестокость. Теперь посмотрим еще немножко, и я спрошу тогда, с вашего разрешения, спрошу вашего мнения. И сказал мне, это Ихискель, Ихискель, грех дома Израиля и Иуды велик очень-очень, и наполнилась земля это кровью, а город наполнен несправедливостью, и вы сказали они, оставил Бог землю эту, и не видит Бог. Он говорит о дальнейшей развертке проблемы, когда люди, видя, скажем, что господствуют народы мира, что поднялся Набухудный царь, и можно сказать, что это уже дальше, когда Набухудный цар изгнал, взял в плен, ну, так сказать, изгнал Ихонию на берегу Прато с 30 тысячами лучших сыновей Израиля, та какая мысль оставил Бог землю эту и не видит, не видит Бог. Люди, может быть, не произносят эти слова вслух, но они живут с этим ощущением, что Бог оставил землю, и что теперь, теперь только своими силами, своим умом, и трепет перед Всевышним, ощущение божественного присутствия рядом с тобой пропадает окончательно. Развить трепет перед Всевышним у человека, хотя он является и врожденным таким началом, по крайней мере, по кренде зор, развить его, сделать его осознанным, так сказать, большим, очень трудно. И не случайно царь Давид писал книгу Тегилин, чего он хотел от сыновей Израиля. Он хотел, чтобы они почувствовали. Не поняли? Поняли тоже, конечно, но прежде всего почувствовали, что божественное присутствие везде, в земле, в Израиле, что Бог рядом с ними. Его кенор звучал в Хевроне, пробуждая город ночью, в полночь. Почему? Зачем? Он был мудрецом Торы. Он бы создал ешибы, посадил бы там учеников и обязал их изучать Тору. Видимо, эта проблема в какой-то степени была решена в его время колени Иуды, по крайней мере. Но это было еще не все для царя Давида. Далеко не все. Он хотел пробудить чувствительность людей. Чувствительность. Пробудить их настоящий трепет перед Всевышним. Ощущение божественного присутствия, ощущение красоты на земле Израиля, стремление построить храм, трепет перед Всевышним как чувство. И вот царь Давид говорил, представлял Бога всегда перед собой. Что же это иное, если не чувство, не усилие своего сердца можно представить Бога перед собой. И это есть трепет перед Всевышним постоянный, сильный, которого, наверное, очень трудно добиться. Но у царя Давида он был. Писал он так также в 42-м псалме «Жаждет душа моя всесильного, Бога живого, когда приду, когда приду и увижу лицо всесильного». Представляете, это слова, обращенные к сыновьям Израиля. Не заповеди омовения рук, что само по себе важно, не благословение на хлеб, не правил ритуальной чистоты и не чистоты. Нет. Он пишет книгу, которая призвана затронуть сердца и пробудить стремление ко Всевышнему. Здесь, наверное, больше любовь подчеркивается в этот момент. Но, естественно, он и о трепете Давид говорит постоянно. так же и царь Шламо написал «Широ-ширим» для того, чтобы пробудить в сердцах чувства, ощущения любви ко Всевышнему. Как говорят наши мудрецы и в нескольких местах, что любить Всевышнего – это привлекать людей к Торе, это распространять любовь ко Всевышнему среди людей. Это все правильно, хорошо, но что же распространять, если ты сам ее не чувствуешь, но если у тебя у самого нет этого чувства трепета и любви так, что есть. Вот это обязанность постоянно развивать это чувство, и оно очень важно. И вот мы видим Иешаягу и Иремьягу упрекают в том, что это чувство пропадает, и для Иремьягу это похоже на отрыв от источника, а для Иешаягу разговор о вещах важных без ощущения, без рождения, так сказать, зарождения в сердце ощущения трепета, чувства по отношению ко Всевышнему. Вот здесь давайте я остановлюсь и я спрошу вашего мнения, как вы считаете, что такое трепет перед Всевышним, как вам представляется, что такое отрыв от источника для Иремьягу. Вот я назвал стоп-шер, и я хотел бы услышать вас, хотя нас сегодня немного, но, может быть, это как раз есть возможность высказаться. Если есть желание, если нет, то мы тогда продолжим еще несколько минут. Рафзеев, мне кажется, что это лично для меня, лично для меня, потому что я думаю, что, наверное, каждый как-то, это то, что вы хотите услышать, именно личное ощущение человека, соображение, ощущение, да, если, может быть, может быть. для меня лично как-то невозможно совершенно без восхищения, вот восхищение, это, ну, вот трепет без восхищения, это невозможно, вот именно живое чувство, которое у меня вызывает, это то, что гениальность творения, постоянная забота Всевышнего о всех своих творениях, вот восхищение этим величием, красотой, непознаваемой мудростью, вот это все то, что постоянно побуждает лично мою душу стремиться к Богу. Ну, да, то есть, как бы, тут можно сказать, что трепет и любовь, они, как бы, вместе переплетаются, и это вполне и вполне приемлемо с точки зрения Рамбама, вот, мне кажется, что он тоже в конце он как-то не особо разделяет любовь и трепет, хотя интересно, что он любовь поставил на первое место, на второе место, но перед трепетом, да, вот, но он не очень разделяет, да, действительно, это, вот, скажем, трепет и любовь, приходящие через восхищение миром, его мудростью, вот, а как же, скажем, да, Рамбам говорит о том же самом, как выработать любовь и трепет, нужно смотреть на мир и пытаться понять, какая мудрость творца скрывается за творением, вот, так что мне, как бы, вот этот ваш личный подход, он мне тоже очень близок и кажется, что он очень хорошо укладывается на наши источники. Да, даже кажется, что как будто бы, как будто бы, да, прям прочитала Рамбама, именно этот отрывок, но нет, не читала, честно скажу. Ну, мы обсуждали уже это, так что, может быть, осталось где-то на подкорке. Вы знаете, вполне, вполне, потому что, на самом деле, вот это вот осознание, я пользуюсь тем, что все молчают, друзья, поднимайте руки, пожалуйста, или просто включайте микрофон, перебивайте меня, пожалуйста, приглашаю вас. Я все перебью. Замечательно, все, передаю тогда вам микрофон. Да, полностью согласен, я бы добавил, что там осознание величия Всевышнего, вот мне больше интересно, одно дело на словах, а другое дело, как вот прочувствовать, как претить к этому ощущению внутри себя. Для меня это, в первую очередь, осознание величия. Да, 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 это как бы, я так понимаю, что это больше вопрос, чем соображение. Это и то, и то. И то, и то. И это вопрос очень правильный. Это вопрос очень правильный, как к этому прийти. Мы можем представить себе, что в еврейском народе до какого-то момента это было, безусловно, как было, можем поговорить. И когда это начинает пропадать, то Ишаяху, так сказать, жалуется, говорит, устами говорят, а ничего, ничего не чувствуют уже. Значит, я думаю, думаю, что первое, да, то, что есть Зовара, это очень интересная посылка, что в слове «бериши» в самом начале до этого как бы ничего нету. Он сравнивает вот это зарождение трепета, он сравнивает с началом просто творения, вместе с творением рождается трепет перед Богом, также с человеком вместе рождается трепет перед Богом, неосознанный, да, еще, но он есть, в нем он живет, да, это одно, да, но другое его нужно, его нужно дальше как-то раскрыть. И тут представляется, что это момент воспитания, да, момент воспитания, он должен быть воспитан, и родители должны приложить усилия для того, чтобы у человека возникло вот это живое ощущение божественного присутствия, которого он и побаивается справедливо, и любит, то есть и тянется к нему, и боится обжечься, да, вот, это чувство, оно, оно, конечно, должно быть воспитано. Тора намекает нам, как это нужно, как это нужно было бы делать, да, и она говорит нам, что в праздник Песах, когда собираются мудрые люди, и можно было бы обсудить очень много законов, связанных с заповедью, да, основное внимание нужно уделить детям, да, рассказу о чудесах на их уровне. Песах – это, как бы, момент, самый сильный момент проявления божественного присутствия в, божественного присутствия в мире, да, и связанный с чудесами, и мы говорим, и рассказываем, и о самом исходе, мы рассказываем о судьбе народа дальше, то, что было в последующих изгнаниях, да, стараемся рассказать обо всех чудесах, рассказать, кому? Ребенку, ребенку, пробудить его. Мудрые люди не имеют права углубиться в какие-то вопросы галахические, очень важные, они должны стараться пробудить, пробудить у ребенка, прежде всего пробудить у ребенка вопрос. мы знаем, что рассказ о в исходе не может быть, если не задан вопрос. И что же мы с вами думаем, что это только заповедь для пасхального вечера? Нет, это инструкция на всю жизнь, это инструкция на всю жизнь, на каждый день, на каждый день пробудить у ребенка вопрос, да, пробудить вопрос, воспитать у него интерес, интерес к окружающему, дать ему возможность обращать, научить его, обращать внимание на то, что происходит вокруг, видеть в событиях руку Всевышнего, если даже не чудеса, то руку Всевышнего, это это момент воспитания, момент воспитания трепета перед Всевышним, то есть трепет перед Всевышним, он приходит из семьи. Очень много, конечно, зависит от личного примера родителей, насколько они сами, как бы, так сказать, переживают близость Всевышнего к ним, это дети ощущают, насколько они искренни в своем трепете, или они просто говорят, как говорится у Ишаяху, что надо испытывать трепет перед Всевышним, вот мы, у нас в семье испытывают трепет перед Всевышним, а в других семьях меньше, вот ребенок мы знаем, что он очень-очень чувствительный, поэтому личный пример, глубина чувства родителей, она, она, влияет, влияет на него, влияет на него очень сильно. Дальше я бы сказал, скажем, как бы, больше, так сказать, мое мнение, уже не основанное на посылке Песоха, что очень важно, научить человека быть внимательным и чувствительным. Я бы сказал на примере искусства, изобразительного искусства, литературы, мне кажется, что это приводит к утонченности души, разговору прекрасному. Это должен быть умный разговор, безусловно, такой в плане нашей традиции, а не там, что все, что хочешь и все, что угодно. Но такой умный разговор об искусстве, литературе, он утончает душу и дает ей инструменты, инструменты чувствовать красоту, осознавать красоту и мыслить. И мыслить как-то. Я бы сказал, что и занятия математикой, они дают такие инструменты, которые в конечном итоге приводят к очищению требита перед Всевышним. И я думаю, позволю так помыслить, что Вильнинский Гаон тут бы согласился со мной и Рав Кух, и Рав Цви Иуда, они бы в этой посылке очень-очень согласились. Рав Соловечик, который создал Ешива Университи, в которой была степень по обязательной степень по литературе, я думаю, что они бы со мной согласились. То есть трепет перед Всевышним это момент, с которым нужно работать. Сам бы ранен. он врожденный с одной стороны, с другой стороны, можно пренебречь и заглушить его и бросить задачи родителей развить его трепет перед Всевышним и вот такую утонченность души, восприимчивость у человека развить обязательно. Я бы сказал вот таким образом. В противном случае, если на это не обращается внимания и акцент ставится только на формальную учебу и не на так сказать эстетическое, чувственное или воспитание чувств, лучше сказать, то тогда действительно вся тора может превратиться в заученную заповедь, заученную заповедь людей. Повторяется то, что человек слышал, то, к чему он привык, привык слышать, то, что находит, то, что дает ему уважение в обществе, то, что его держит в обществе, он повторяет это, но не чувствует. представляется, что либо Еремьяу конкретно говорит об этом, либо это то, что мы можем выучить из этого его образа источника, отрыва источника, создания водосборников треснутых из того, что вода непригодна для питья течет из стенок, мне кажется, вот это то, что мы можем выучить. И мне думается, что это очень полезно для нас. Что скажете? Я скажу, что вы очень правы в этом смысле, поскольку действительно мало кто занимается сейчас в нашей реальности воспитанием непосредственно тонкого восприятия души, и это очень важно, своим детям, как можно больше прививать любовь, ощущение поэзии, отдухотворенности, высоты, не просто сухую информацию. Даже мы, взрослые, на просто сухую информацию падают просто в рациональный отдел мозга, и все, и больше никак, оно не касается сердца. А живое это действительно через творчество очень сильный канал ощущения. Да, согласна. Есть в Израиле люди, которые, я бы даже не сказал, что они работают в этом направлении, это как-то для них естественно. Есть Раф Хаим Сабата, у него есть брат, более известный как бы как глава Ешивы в Митспе Ирихо. А вот Раф Хаим Сабата, он создал настоящую литературу, очень такую волнующую, действительно можно и поплакать над его книгами, книги его совершенно разные. Первое, то, что он написал, это Тиюм Каванот «Выберить прицелы», он пишет там о переживаниях совсем молодого человека, который прямо из Ешивы попал на фронт на Голланы в войну судного дня, и он показывает переживания человека глубоко религиозного и как оно меняется, не то, что он вставляет веру, а меняется его мировоззрение, отношение к окружающему. То есть это настоящая литература, религиозная литература, я бы сказал, кого устраивает это слово. И это то, что не оставляет людей равнодушным. И мне кажется, я уже это много раз говорил, что и для Бней Ноах это самый верный и самый правильный путь. Потому что постоянно перебирать, что можно, а что нельзя искать, скажем, формальные ограничения, это, наверное, правильно. Я неправильно говорю, там постоянно перебирать. Бессловно, это важно, формальные ограничения, понимание заповедей, поиск тех заповедей, которые, так сказать, пригодны для Бней Ноах это очень важно, безусловно, очень важно. Но, опять же, мне кажется, что это останется вот такими же колодцами, которые не вмещают воду, через которые вода просачивается, если не создать культуру, культуру, основанную на вере в единого Бога. Она может быть окрашена тем характером, который, скажем, человек, характером того народа, которому человек принадлежит, может быть, не быть окрашена, но это должна быть культура, это должно быть наполнение, то, что ты, то, на чем ты можешь воспитать своих детей, как ты можешь затронуть их душу, мне кажется, что это вот такой самый верный, самый верный путь для Нейно. Хорошо, что-то хочется еще добавить? Ну, ладно, я очень рад, что мы с вами поговорили, что у нас изучение пророка очень сложно, очень словно у каждого есть своя сложность и ремьягу сложность в тонкости его образа, тонкости его образа, я очень рад, что у нас изучение ремьягу не выливается в формальности, в формальное, только формальное понимание слова, текста, вот, а носит вот такой, на мой взгляд, очень живой характер, так что вам большое спасибо за это, всем, если можно еще одну ремень, да, пожалуйста, да, то, что вы как раз заметили касательно тонкости слога пророка, ведь действительно нету, если не развивать вот эту вот тонкость души, а только исключительно рацию, и сухое это можно, это нельзя, во-первых, это не может быть языком Всевышнего, поскольку, ну как, это в какой-то степени один из уровней, конечно же, но я имею в виду, ну, все вокруг нас, оно как бы намекает и через слог пророка, и через слова пророка, да, ну, любого пророка, это тонкость образов, это как раз, вот мы видим наблюдение за природой, умение анализировать, тонко чувствовать людей, и видеть ситуацию, умение рассказать, то есть это все очень такие живые, живые абсолютно отношения, и, то есть мы через пророков как раз и учимся видеть, как Всевышний видит наши отношения, как хорошо для наших душ, для всех ресурсов, правильно? Согласен, очень-очень-очень даже согласен с одним добавлением, что эту тему надо развивать, да, как говорят, вода не течет под лежачий камень, это справедливо и для нашей учебы, и для нашего отношения к пророкам, это нужно, это нужно развивать, развивать для себя и для других, для окружающих, делиться с ними обязательно, само собой, как бы, та красота и тонкость, о которой вы говорите через сами слова пророков, да, согласен, но нужно это постоянно искать и постоянно об этом думать. Да, и тем более, что сейчас есть такой вот огромный соперник, как YouTube, медиа, да, разного вида, ну, все, что угодно, что может совершенно оккупировать человеческое воображение, оторвать его от сути на очень глубоком уровне, то есть привязка к этим вещам неправильно, да, неправильное вдохновение, оно в итоге обесточивает душу, но мало чего может как бы дать, вложить, я не вижу много того, что вот медиа, они могут подарить людям, то есть, соответственно, действительно, каждый человек, у которого есть какая-то творческая жилка и должен был развивать ее и помогать развивать другим и одухотворять это, поднимать это согласно, это большое дело. Да, сейчас еще на это поле ворвался искусственный интеллект. А он давно уже, Равзеев, туда ворвался, просто мы сейчас об этом много говорим, потому что нам предлагают реальность, за которую искусственный интеллект будет теперь сочинять, рисовать и вообще думать за других людей. То есть совершенно обесточили душу раз, а теперь что сделать из людей? Ну вот, теперь и рисовать не надо, и думать не надо. Пожалуйста, пошел Чаджи Джи Педи, не знаю, вот этот вот алфавит, короче, и пошел туда, и тебе написал Чаджи, вот этот вот алфавит, он написал любое сочинение не хуже, не знаю, Достоевского или нарисовал картину, как Рембрандт. Ну то есть, это же убийство просто души. Ну, сори, это мое как бы лично персонально, я понимаю, я за развитие технологии, конечно же, но в каких-то разумных рамках, чтобы это, ну, не знаю, чтобы у людей оставалось место и для вдохновения, и для веры в себя в том числе. Понятно, но это да, это... Я пользуюсь только тем, что нас мало, и поэтому, простите, вот обчасти. Нет, нет, очень хорошо, очень хорошо, замечательно, когда-то нужно и поговорить, не все мне вещать, как в радио, понимаете, вот, так что я очень рад, что у нас состоялся разговор. Спасибо большое вам. Я бы хотел его и продолжить, понимаете, давайте вот в следующий раз я постараюсь сделать также в начале какого-то куска и задать вопрос, а потом, а потом обсудить его. Я могу даже первый изложить этот кусок и все, но вот только, чтобы потом обсудить. Хорошо? Это очень здорово. Спасибо вам большое, что вы даете возможность всем нам высказаться. Я, к сожалению, единственный сегодняшний присутствующий, который активно пользуется этой возможностью. Я еще раз благодарна. Тимофей подбросил тоже идею, которую удалось, я надеюсь, удалось немножко развернуть. Радзеев, ну, мою активность сегодня, ну, никто не переплюнул, кроме вот, вы у нас учитель, поэтому я даже... Друзья, пожалуйста. Хорошо. Переплюьте меня, пожалуйста, в этой активности. Буду очень рада. Все, тогда до следующего урока. Маадим Лесимха, я вижу улыбающийся, смайл чудесно. Баруха. Всего самого-самого доброго всем, кто говорит и кто молчит, все равно, чтобы только... Чтобы все было хорошо. Всего самого-самого доброго. До свидания. Все хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok